Всем привет народ, с вами Алекс и сегодня мы будем собирать топовый комп, ну или почти топовый. Для этого у нас будет использована материнка Gigabyte Aorus Z370 Gaming 7. Это самая топовая материнка от Gigabyte, нереально крутая, мы ее немножко попозже, более подробно посмотрим. Блок питания Gigabyte G750H на 750 Вт, Голдовский сертификат, видик 1060 на 6 ГБ, тоже Gigabyte. Hyper память, у нас SSD и Hyper также у нас оперативка, две планки по 16 ГБ. Охлаждение у нас Zalman CNPS 5X, ну и также будет процессор i7-8700K. Давайте теперь посмотрим все более подробно. Вот так вот выглядит наша видеокарта, 1060 ГБ, вот гигабайта с подсветкой. Вот такие выходы, 1 DVI, 1 HDMI и 3 дисплей порта. Питание на ней 1 8-пиновое. Кулер, думаю, показывать нет особого смысла, он достаточно простой. Я думаю, что вы многие уже знаете, как он выглядит. Память Hyper, DDR4 на 16 ГБ, две планочки соответственно. Первая на 16 и вторая тоже на 16. SSD-шка Hyper на 240 ГБ, блок питания Gigabyte с модульным подключением проводов. Голдовский сертификат, 750 Вт. И самое интересное, материнка Gigabyte Aorus Z370 Gaming 7. Давайте посмотрим, что внутри. Вот так вот она выглядит запакованная. В комплекте у нас инструкция всякая, книжечки, гайды, диск. Ну и главная книжка, там где всякое подключение, поддержка и так далее. И давайте посмотрим еще в коробочках, что у нас там есть интересного. Так, здесь как мы видим, судя по всему для подключения... А, это термодатчик, судя по всему. Да, или что это? Посмотрите. Думаю, термодатчик. Еще один такой же. Провода. Я так понимаю, это для подсветки. SATA кабеля. Еще провода SATA. Фирменная наклеечка. И там дальше что-то еще, какой-то набор прикольных наклеечек. Паспорт называется. Выглядит нереально круто. Вы просто посмотрите на этот набор наклеек. Офигеть можно. Реально круто. Так, ну а с этой стороны у нас слайм-мостик, я так понимаю. Да. Слайм-мостик. Вот так вот он выглядит. Достаточно обычный, не навороченный, а вполне простой и рабочий. Задняя стеночка. Снова переходнички. И коннектор для передней панели. Так, давайте теперь посмотрим материнку. Вот так вот она нереально выглядит. Это топовая версия. Здесь у нас три слота PCI-Express 16. X16, X8 и X4, если не ошибаюсь. У нас здесь металлические вставки. Для того, чтобы видеокарта получше держалась. Видно, что здесь они пропаяны. Также три порта PCI-Express 1. Три порта под M2. Здесь у нас, так сказать, радиатор. Сделан из алюминия. Огромное количество портов под кулера. Сверху и снизу. Также под подсветку всякую. Вот здесь тоже сверху расположены. Четыре слота оперативной памяти. Тоже сделаны с, как я даже не знаю, как сказать, с металлической такой обшивкой, которая тоже, видимо, не дает платье прогибаться при вставлении оперативки. Как-то так можно, думаю, выразиться. Но, конечно, закреплено оно все не таким хорошим образом, как PCI-Express порты. На оперативке также присутствует дополнительная подсветка. Также она вот здесь, планочка стоит. Вот здесь у нас, по идее, вот эта дорожка должна светиться. Тут охлаждение у нас алюминиевое идет. Шесть SATA портов. Это задние выходы. 7.1 звук. Сделан на Realtek 1220, если не ошибаюсь. Два порта под интернет. USB-выходы. HDMI. DisplayPort. Совмещенный под клавиатурную мышку. Ну и также USB. И, как мы видим, там у нас еще и присутствует вентилятор, дополнительный для охлаждения. Что ж, давайте, наверное, все это собирать. В первую очередь мы поставим блок питания. Мы будем ставить вентилятор вниз, чтобы он, в принципе, снизу брал забор воздуха и в корпусе горячий воздух не использовал. Так, ну и теперь будем ставить, конечно же, материнку. Для начала мы поставим заднюю стенку. Так, задняя стенка установлена. Теперь будем ставить материнскую плату. Я уже сразу развел все провода. Здесь у нас под питание процессора. Материнка. Всякие USB-выходы. И передняя панель. Итак, материнка прикручена. И теперь осталось подключить провода. Ну и также нужно не забыть поставить нашу оперативную память. Так, у нас почти все собрано. Память уже установлена. И осталось поставить нашу любимую видеокарту. Ну что, друзья. Мне кажется, что комп получился очень даже неплохой. Конечно, видеокарту лучше в будущем поставить более новый, когда они выйдут. И, конечно же, думаю, что вам стоит поделиться этим видео с друзьями. Поставить лайк. Написать обязательно комментарий. И также сказать, хотите ли вы видеть продолжение в виде тестирования этого компа или нет. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами был Алекс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok